то женщины из числа их родственников, они перед судом не должны приставать за их преступление. Кадыров убил человека, он несет ответственность за убийство этого человека, не несет ответственность его мать, его жена, его сестра. Вот такое вот у меня мнение по этому поводу. Так, немецкий солдат. Как оцениваешь, если внука человека, она злодейка или заложница сына, как ей не стыдно вообще перед другими матерями и почему она в борщ кафырову не подсыпет новичка? Что она за человек, скажи кратко. Знаете, я по поводу вот этих именно матерей, женщин и жен, то есть матери, сестры, жены, полноценную ответственность на них вешать я не могу. Я понимаю, конечно, что они должны, как, допустим, любая женщина, имея правильные убеждения, будучи мусульманкой, должна своего сына, своего брата, своего мужа, она должна его порицать, если он делает что-то запретное. Но в большинстве случаев мы, особенно наше общество, устроено так, что женщины являются нашими, ну, они находятся под нашим полным влиянием, очень серьезным влиянием. И если у этой женщины нет каких-то серьезных знаний, убеждений в исламе, даже если у нее есть, это очень тяжелый, как бы, момент пойти против мужа, отца, брата, но если этих знаний нет, то это вообще невозможный вариант. Поэтому мы видим очень много примеров того, как и, допустим, женщины из семей Кадырова, Кадыровских, вообще вот этих Ахматовских товарищей, они просто становятся помощниками своих мужей, братьев, отцов. Но мы видим такие же примеры, мы их видели, когда уезжали, допустим, и присягали к ИГИЛу. Мы же помним, что они также забирали с собой этих женщин, своих жен, там, сестер, тоже с собой забирали, так как они находились под влиянием, наше общество устроено таким образом, что у нас женщины находятся под сильным влиянием мужчины. И затем мы знаем, да, сегодня эти женщины попали в плен, находятся там в этом лагере. В общем, полноценную ответственность на женщин вешать, я считаю, это неправильно. Ни в коем случае оправдывать их не можем, нельзя. То есть говорить, что они не виноваты, там, нехорошие, не говорим. И понятно, что они должны это все осуждать, они должны отрекаться от преступлений этих мужчин. Но и ответственности за то, что творят мужчины из их семей, они за это ответственности не несут. Вот что я хочу сказать. И если бы завтра все эти люди, эти мужчины, преступники, предстали бы перед судом, то женщины из числа их родственников, они перед судом не должны представать за их преступление. Кадыров убил человека, он несет ответственность за убийство этого человека, не несет ответственность его мать, его жена, его сестра. Вот такое вот у меня мнение по этому поводу. Хотя Кадыров, в отличие от меня, эту ответственность возложил на женщин, не то что там моих ближайших, а вообще даже и дальних моих родственниц, и даже женщин, которые не являются моими родственницами, никак не относятся к... не являются моими родственниками по крови, я имею в виду. Родственники моей жены, это они не родственники. Ну да, они сегодня родственники, так как они являются близкими родственниками моей жены. Но завтра мы с моей женой разводимся, все, они перестают быть моими родственниками. То есть, он возложил ответственность за мои действия на них. Он сегодня, если мы скажем, что он является судом, то он сделал так, что они пристали сегодня перед судом. За мои действия, за какие-то мои слова. Вот мы тем и отличаемся от Кадырова, что мы не спрашиваем и не намерены даже спрашивать с его родственниками, тем более женщин из числа его родственников. Почему в Чечне строятся парки, а не заводы-фабрики? Я бы... Вопросы с парками, их бы проводил бы, значит, сравнение, аналогию не с заводами. Это немножко неправильно, потому что парки, они не дают какой-либо общий... Ну, это не промышленность, да? Парки, они в принципе... Вот парки, надо, наверное, проводить аналогию. Почему парк, а не там жилой комплекс? Допустим, вот так надо ставить. Вот лучше, чем парк здесь, лучше бы построили бы, например, несколько многоэтажных домов. Или наоборот, чем вот эти вот несколько многоэтажных домов, лучше бы здесь построили бы парк или сквер. В этом ключе должен проходить спор. А вот с заводами здесь правильнее будет спросить, почему строятся рестораны, какие-то дома торжеств повсеместно у нас. Они раскинуты по всему городу. Ну и по таким нашим крупным городам. Надо сказать вообще, что у нас чеченцы, в принципе, преуспели в этом бизнесе. Я хочу отметить. Сейчас вот поездив по странам Европы, я респектую чеченцам, рестораторам. Реально у нас в Чечне очень крутые рестораны. Да, в Европе нет ничего подобного. Я отвечаю. То есть здесь в Европе ресторан это нечто, знаете, пришел там, покушал, ушел. В Чечне ресторан это ты можешь, ты туда приходишь отдыхать, ты приходишь там жить. Это очень как бы атмосфера, уют, все там создают. Очень круто. Не говоря уже там о самой кухне. Но почему у нас повсеместно строятся эти дома торжеств, рестораны, плюс всякие салоны красоты и парикмахерские, но не строятся заводы, какие-то фабрики. Вот это серьезный вопрос. Потому что для них, для Кадырова, для них достаточно этого. Эти дома торжеств, рестораны, это места, куда они смогут приходить и тратить деньги, которые у них есть, у народа их нет, у них есть. Они смогут там тратить деньги, отдыхать. Там же эти же рестораны будут принадлежать их людям, там аффилированным с ними, работать там будут также их люди. То есть в целом это для них, это нормально. Они свою жизнь, такую внутреннюю экономику у себя создают. Капиталы у них крутятся вот так между собой, понимаете. Эта экономика работает чисто для них, но народ в этой экономике не участвует, потому что у людей нет денег посещать эти рестораны, справлять свои свадьбы в этих домах, торжеств у людей этого всего нет. Поэтому здесь, да, конечно, для людей было бы полезно, если бы создавалась какая-то промышленность. Субтитры создавал DimaTorzok